здравствуйте меня зовут алексей кусов я директор и журналист информбюро и это наш новый проект два квадратных метра свободы мы будем приглашать самых интересных и свободных спикеров потому что на этих двух метрах свободы в нашей стране вы можете говорить о чем угодно именно вы можете стоять здесь на моем месте и рассказать о том что вы знаете про нашу жизнь про нашу страну про наш город возможно именно ваши знания заинтересуют абсолютно всех зрителей информбюро сделать это очень просто вам нужно позвонить по номеру телефона который вы видите на экране вы расскажете тему с которой вы хотите к нам прийти и мы скажем вам когда вы можете это сделать все съемки абсолютно бесплатно мы будем вас ждать добрый день меня зовут риаполова сергей я эксперт вопросах жкх и о снд сегодня я хочу вам рассказать про энергоэффективность как получить от государства максимум пользы от государственных программ уровня верховной рады областных бюджетов городских бюджетов и районных сегодня мы поговорим о том как получить в своих целях на ремонт своих домов как многоэтажных для всего дома так и для частных домов деньги из государственных бюджетов и областных если вы житель своего частного дома вы имеете точно такое же право получить помощь от государства как и жители многоквартирных домов. Для этого необходимо воспользоваться государственной программой, которая проходит через три государственных банка. Ощадбанк, Укргазбанк и Укрэксимбанк. Для этого есть специальные специалисты в этих банках, которые, как консультанты, расскажут вам, на какие мероприятия распространяется эта программа. По этой программе государственной вы можете получить 35% фиксированной ставки на энергоэффективные материалы. Эта программа возобновилась с начала октября. Приостановлена она была в связи с тем, что было много мошенников, которые злоупотребляли покупкой газовых котлов. Единственным инструментом, который нельзя воспользоваться при получении этой программы, являются именно газовые котлы в основном. Также есть еще международные программы, которые позволяют вам экономить от 15 до 25%. Такой программой является IQ Energy. На сайте IQ Energy присутствует целый перечень продуктов и фирм, которые можно покупать и потом требовать возмещения по программе. Это позволит вам дополнительно сэкономить средства при модернизации своего дома. Государство дало наибольшую поддержку, на самом деле, самоорганизованным многоквартирным домам. Что такое многоквартирный дом? Многоквартирный дом – это не только многоэтажка. Также в частном секторе есть дом на двух хозяев, в котором записано квартира 1, квартира 2. Это тоже считается многоквартирным домом. Если вы самоорганизуетесь и в банках попросите тоже софинансирование, то вы попадете под немножко другую программу с большим процентом софинансирования из государственного бюджета. Таким образом, если вы являетесь субсидиантом, вы можете получить до 70% возмещения по энергоэффективным материалам. Если вы не являетесь субсидиантом, то вам дадут 40% возмещения. При этом это не единственная программа, которая действует. Также уже полгода действует областная харьковская программа, принятая облсоветом, на возмещение еще дополнительно 20% к государственным 40% минимум, либо 70%. Таким образом, вы получаете минимум 60% экономии на свой ремонт. Но это касается только самоорганизованных многоквартирных домов. Также к этой программе можно добавить еще ту же программу EQ Energy, но она уже будет действовать, так как это многоквартирный дом, не 15-25%, а 25-35%. Если, как часто это бывает, вы обратитесь к местным советам, к районным, и они дополнительно вам выделят еще средства, как это часто бывает, то можно дойти вплоть до 100%, но в основном это 80% возмещения. Все эти программы по энергоэффективности в народе получили прозвище «теплые кредиты». Слово «кредит» очень ужасное, как всегда, для населения, как и для меня, но самое важное понимание, зачем здесь понятие «кредит». Кредит — это всего лишь инструмент, с помощью которого действует механизм, при котором государство не выдает деньги, которые кто-то пропивает, грубо говоря, либо прогуливает, либо тратит в нецелевом назначении. Допустим, 1 января вы берете этот кредит в банке, государственном, беззалоговый кредит, в котором вы не отвечаете ни своим имуществом, ни общим имуществом в ОСББ, либо ЖБК, как в самоорганизованном доме, а всего лишь отвечаете по обязательствам дом как ОСМД, отвечает либо вы как физлицо. Предположим, дому положено возмещение 80%. 2 января рекомендовано внести свои 20%, чтобы на них не набегали проценты, если они у вас есть. 30 января вы выполните работы, которые регламентированы договором кредитным, и принесете акт выполненных работ в банк. Банк до 10 числа следующего месяца подаст официальные документы в государственные органы, в областные и в районные, в результате чего в течение месяца-двух происходит из бюджетов местных, областных и государственных перечисления на счета банка, и тем самым гасится сумма. Все, чем вы рискуете, это уплатой в 2-3 месяца до 4 месяцев, как обычно практика показывает, процентов, которые составляют 2% от общего кредита, 2-3-4 максимум, если правильно пользоваться этим кредитом. Предлагаю рассмотреть, что такое кредит на примере установки окон на лестничной клетке в одноподъездной девятиэтажке, где 36 квартир, где-то 1900 квадратных метров жилой площади, на которой раскладывается эта сумма, которая идет со финансированием с дома. Если у нас будут окна стоить 100 тысяч гривен, то финансы будут разложены следующим образом. минимум 40 тысяч гривен будет идти с государственного бюджета. 20 тысяч гривен будет идти с областного бюджета. Это то, что 100% утверждено уже и существует. И 20 тысяч гривен вы способны выпросить на местном бюджете, районном, либо городском. Довольно-таки легко идут власти на этот шаг. Мы можем тоже поставить плюс-минус здесь в зависимости от вашей коммуникации. И 20 тысяч остается на ОСМД. Когда вы заплатите своих 20 тысяч в первый же месяц, чтобы на них не набегали проценты, то в течение месяца установите окна и три месяца суммарно будет набегать процент на оставшуюся сумму, которую должен возместить государственный бюджет, областной и местный. Таким образом, процент за три месяца до возмещения составит 4400 гривен. И мы видим, что при затратах на процент на кредит 4400 гривен, мы получаем 80 тысяч гривен альтернативной экономии из-за программы софинансирования. Есть смысл не самостоятельно делать ремонт в своем доме, а пользоваться программами по энергоэффективности и по софинансированию. Это первые шаги, которые делает государство. И помните одно, что те, кто не воспользуется в самом начале этими программами, проиграют по одной простой причине. Чтобы отремонтировать весь жилой фонд нашей страны, нужно больше 8 годовых ВВП. То есть государство не потянет стопроцентное софинансирование по всей Украине. Только самые умные и самые смелые из вас воспользуются и будут иметь выгоду. В следующем выпуске я вам расскажу, какая документация вам необходима для этой программы, государственной и областной. Куда идти, где подавать документы и как, собственно говоря, начинать диалог с соседями для энергоэффективности. Ну а для частных домов диалог не нужен, вы сами себе властники.